Участники и гости, экспоцентр приветствует вас на официальной церемонии открытия 7-го международного форума по интеллектуальной собственности Экспроприорити-2015. Традиционно в форуме принимают участие ведущие эксперты Российской Академии Наук, Объединений Российского Предпринимательства, эксперты Всероссийского общества, изобретателей и рационализаторов территориальных торгово-промышленных палат. Сегодня к нам на открытие приехали люди, которые непосредственно лично внесли большой вклад в организацию этого форума. И в этом году форум проходит в рамках 8-го международного форума интеллектуальной собственности 21 век, организатором которого выступает Торгово-промышленная палата России. Это позволило двум организациям, Торгово-промышленной палате и Экспо-центру, создать самые крупные события в России в сфере интеллектуальной собственности, которая приурочена к Дням интеллектуальной собственности России. И поэтому я с удовольствием предоставляю слово вице-президенту Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимиру Петровичу Страшко. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья, дамы и господа. Мне очень приятно не первый раз, не первый год участвовать в открытии этого интересного мероприятия, как выставка экспорт-приорити, которая зарождалась как защита интеллектуальной собственности на выставочных мероприятиях. А сегодня она уже приобрела такую хорошую и деловую программу, и очень разных участников, которые приехали сегодня и пришли со своими экспонатами на нашу выставку. Как уже было сказано, мы действительно раньше в разное время проводили форум по интеллектуальной собственности, который традиционно Торгово-промышленная палата проводит, и выставка экспорт-приорити. В этом году мы приняли такое решение, чтобы объединить и конференцию, которая проходит в течение двух дней в Торгово-промышленной палате, как уже сказали, интеллектуальная собственность 21 века, и выставку. И у нас это по существу первый опыт, когда два мероприятия проходят в одни и те же дни, и мы, конечно, будем анализировать, что мы от этого выиграли, что от этого проиграли, а лучше бы, конечно, ничего не проигрывали с тем, чтобы развивать дальше это направление, и это правда, самые крупные мероприятия в эти дни в Российской Федерации направлены на развитие интеллектуальной собственности. Конечно, мы видим в развитии три задачи, которые необходимо решать. Первое. Сегодня, как никогда, мы должны в полный голос сказать, что государству российскому нужна стратегия развития интеллектуальной собственности. Почему стратегия? Да потому что, когда мы сейчас ведем вопросы о импортозамещении, когда мы должны выбрать приоритетные отрасли и финансировать именно развитие тех разработок, тех научных открытий, которые есть, которые в дальнейшем должны собрать важнейшую роль в целом в развитии экономики. Вторая тема. Это тема коммерциализации. Мы действительно не научились пока еще, мы это прямо говорим, многие разработки внедрять в жизнь и, самое главное, получать от них эффект. Я никогда не забуду данные, которые дал Роспатент, что из тех разработок, которые нашими разработчиками, учеными, рационализаторами предлагают и патентуют, то большинство этих разработок покупают не российские реализаторы, а покупают представители других стран, в первую очередь Китай. И третья проблема, которая сегодня стоит, и что очень приятно, и что в деловой программе это очень много отражено, это, конечно, подготовка кадров, которые должны специализироваться на развитии, внедрении интеллектуальной собственности. Я думаю, что вот седьмая выставка, которая проходит сегодня, она всем этим направлениям будет способствовать, и я очень рад всех еще раз поприветствовать здесь и пожелать всех добрых, удачных дел. Самое доброе пожелание. Спасибо вам, Николай Иванович. Интеллектуальная собственность и ее защита – узкоспециализированные темы, тем не менее, от которой зависит во многом экономическое развитие страны. И без экспертов Российской Академии Наук здесь трудно обойтись. И я со словами благодарности приглашаю к этому микрофону Игоря Анатольевича Соколова, директора Института проблем информатики Российской Академии Наук, главного ученого-секретаря Президиума Российской Академии Наук. Спасибо. Уважаемые друзья, коллеги, седьмой раз проводят, мы с вами проводим форум, и в большинстве из этих мероприятий форум сопровождается выставкой, на которой жюри отмечают особо понравившиеся, особо значимые работы. Вот правильно, конечно, важная проблема интеллектуальной собственности и фиксации этой собственности для использования в промышленности и коммерсенсации. Но я бы хотел отметить все-таки слово интеллектуальное. Безусловно, самое важное это новизна, это научная значимость, той работы, которую вы ведете и представляете сегодня на выставке, в докладах и других мероприятиях форума. Я уже несколько лет, много лет являюсь председателем жюри нашей выставки. Хочу отметить постоянно повышающуюся научную значимость представленных экспонатов. Это отрадно, это очень хорошее явление. Я вижу диверсификацию экспонатов, в частности, заметно, все расширяющееся в присутствии военной науки в нашей выставке. И они уже получают награды и уровень разработок год от года все более и более представительный. отрадно участие образовательных организаций, университетов и других, в том числе не только из крупных городов Российской Федерации, но и то, что называется, из регионов. И каждый раз все сложнее и сложнее выбрать победителей. Вообще говоря, мы все с вами победители, если хоть в какой-то мере занимаемся наукой. Поэтому приветствую вас, приветствую мероприятие. Я хотел бы подчеркнуть, что занятие наукой это самое интересное, самое нужное и, видимо, самое полезное для нас сегодня дело. Успехов нам! Спасибо, Игорь Анатольевич. Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов здесь ничего добавлять не надо. Мы, как организаторы, хотим только сказать огромное спасибо за организацию, за помощь организации, за то, что выставка здесь сегодня и выставка неплохая. И поэтому я приглашаю микрофону председателя Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Юрия Юрьевича Манелиса. Большое спасибо. Добрый день, уважаемые дамы, господа, коллеги и дорогие друзья. От имени общества приветствую участников, организаторов и гостей Седьмого международного форума в интеллектуальной собственности в экс-априорите 2015. Стратегия развития России в новых социально-экономических условиях диктует необходимость дальнейшего поступательного развития высокотехнологичных отраслей экономики, повышения эффективности машиностроительного комплекса и смежных отраслей промышленности. Главную роль в этом деле играют ученые, инженерно-технические работники, изобретатели, рационализаторы, новаторы и организаторы технического творчества, создатели интеллектуальной собственности. Форум стоит на страже интересов и приоритетов нашей страны в области научно-технического строительства. На нем широко пропагандируются правовые аспекты законодательства, инновационные подходы к решению самых насущных проблем развития современной науки и техники в рамках проводимой выставки достижений технической общественности Российской Федерации. Выставочная деятельность – это эффективное связующее звено между изобретателями, рационализаторами, новаторами с одной стороны, промышленниками, инвесторами и предпринимателями с другой. Хочется выразить уверенность, что форум и впредь будет развивать международное сотрудничество с зарубежными инновационными компаниями, общественными объединениями, будет вносить свой весомый вклад в построение инновационной экономики и способствовать дальнейшему развитию массового технического творчества в России. Желаю всем успешной работы, реализации творческих замыслов, благополучия и новых свершений. И еще. Уважаемый товарищ, мы находимся в преддверии главного праздника страны, 70-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне над фашизмом. Разжить и поздравить всех присутствующих с этим событием в нашей жизни склонить голову перед бессмертным подвигом ветеранов на полях сражений и в талу. Ныне живущим крепкого здоровья, благополучия, заботы родных, близких и государства. Успехов в работе! Спасибо, Владимир. Спасибо. Я с удовольствием хочу передать слово первому сместителю генерального директора Ассоциации Российский дом международного научно-технического сотрудничества Владимиру Алексеевичу Петришову. Прошу вас. Добрый день, дорогие друзья. Буквально подвчера я прилетел из Женевы, где закончится 43-й международный женевский салон изобретений, поэтому все участники этого салона, как они сказали, а 43-го женевскому и 7-го московскому большой привет. В рамках этой выставки проходил заседание исполнительного комитета Международной федерации изобретателей. Ассоциация изменила резко свой курс после переизбрания в прошлом году президента. Сейчас президентом избран иранский гражданин Али-Риза Арастега. На заседании исполнительного комитета обсуждались очень много вопросов. Было более 70 стран. И вы знаете, я заметил, что очень интересно, я со всеми говорил, они вот почему-то считают, что в России живут самовыдные. И они все время мне доказывают, что Россия сильна не только своим военноморским флотом, вооруженными силами и только своими ресурсами, но, говорит, Россия прежде всего сильна своим умом. Они у меня называли столько российских ученых, о которых я не знаю, наверное, вы тоже не узнаете. В рамках заседания исполнительного комитета было принято, да, во-первых, я должен сказать, впервые за 45 лет Россия была избрана полноправным членом этой ассоциации. И у меня есть для вас, так сказать, две новости. Одна хорошая, и вторая тоже. Значит, в рамках заседания исполнительного комитета Международной федерации запретений было принято решение о создании в Стокгольме Международного центра трансферотехнологий. Швейнское правительство уже выделило здание площадью примерно 9 тысяч квадратных метров, где будет организована постоянно действующая экспозиция и где все российские ученые-изобретатели могут посылать туда свои разработки с целью их коммерцизации. И второе, 19 числа прошло совместное наше заседание с ВАЙПО, это Северная Организация Патеринарной Особенности, где было принято решение о создании специально учебного центра, в который могут приезжать все ученые сроком на одну неделю для того, чтобы изучать вопросы патентирования. Какие есть патенты, как патентовать и что. Ну, а что вам пожелать? Ну, хорошей работы, и чтобы почаще в мире говорили, что в России живут самые умные люди. Это приятно. Спасибо. Спасибо большое. Дорогие друзья, сегодня первый день работы выставки, и сейчас минута открытия. Через самое короткое время вы бы перезнакомитесь здесь между стендами, но я бы сегодня еще раз хотел сказать и перечислить тех, кто присутствует сегодня на выставке и тех, кто составляет ее содержимое. Российская Академия Наук представляет 7 академических институтов. Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов презентует 30 предприятий. Министерство образований Минобранауки Астраханской области. Семь компаний. В экспозиции участвуют технопарки даже из таких далеких районов России, как Ямало-Немецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Впервые в выставке принимает участие официальный представитель Торговой палаты Израиля. На выставке организованы объединенные стенды экспоцентра и Торгово-промышленной палаты России. В заключение я хотел бы сказать, что экспоцентр не остается в стороне этой работы. Мы вносим свой практический вклад, а в интеллектуальную собственность, в ее защиту многие из вас хорошо знают, что уже в течение ряда лет экспоцентр реализует практически на всех своих выставках проект за выставки без контрафакта. Мы считаем этот проект и по откликам наших участников востребованным, своевременным, практичным. А сейчас, уважаемые дамы и господа, дорогие участники, от вашего имени и от имени нашего почетного президиума позвольте объявить 7-й международный форум интеллектуальной собственности экспо-праорити 2015 официально открытым.